Торжественная служба прошла и в старообрядческом храме Казани, сохранив древние рукописи, старопечатные книги и старинные иконы. Старообрядцы продолжают отмечать православные праздники, так как это было еще при князе Владимире. Церковь известна своей закрытостью для журналистов, но сегодня сделаны исключения. Продолжит Екатерина Салекина. Староверы совершают обязательный для пасхальной ночи крестный ход по ходу движения солнца по часовой стрелке. Трижды обойдя храм, торжественная процессия, в которой участвуют и стар, и млад, останавливается у входа в храм, чтобы пропеть ключевую для этой ночи радостную песнь. Христос воскресе из нервы, Смертью на смерть наступи, Игромный живот дарован. Прихожан в Казанской старообрядческой церкви с каждым годом становится все больше. Приезжают сюда и верующие из Мариэл. Диаспора ширится. Ощутимо молодеет приход. И удары судьбы приводят, независимо от этого, как скажем, меня, который прозрел, ну скажем так, в один день. Случилось такое. 14 лет назад. Ну, я не знаю, я вообще никогда, сейчас в первый раз в крестный ход ходила. Все христиане радуются в этот день, радуются этому празднику. И, может быть, даже в большей мере, старообрядцы, которые принесли через века, через все мучения, через все тяготы, кровавые, в распри пронесли книги, нанесли до наших дней старинные церковные книги, старинные обряды. Служба в храме у староверов ощутимо длиннее, чем у новообрядцев. Проходит она по старым церковным книгам под восьмиконечным распятием. Крестные знамения здесь совершают двумя пальцами. Причем во время службы нужно обязательно соблюдать синхронность. Креститься и кланяться все должны в одно и то же время. Поклоны должны быть только земные, а не поясные. Все женщины в день праздничной службы в белых платках и старинных нарядах. Пасхальная служба в старообрядческой церкви продолжается до половины шестого утра. После этого прихожане расходятся по домам, чтобы в семейном кругу отведать освященных даров и только потом лечь отдыхать. А в воскресенье в три часа дня вновь прийти в храм на праздничную службу. Екатерина Салейкина, Альфред Камеревский, Телеканал Эфир.